В учебном центре Мособулпошспас прошла водолазная квалификационная комиссия. Сотрудников спасательной службы проверили на профпригодность. Их ждали теоретический и медицинский экзамен. Кроме этого, водолазы погрузились на глубину покрытого льдом Малаховского озера. В составе спасательной водолазной группы минимум три человека. Водолазы исполняющий и страхующий, а также руководитель спусков. Задачи каждого важны и взаимосвязаны. В первую очередь перед погружением необходимо проверить снаряжение. Исправность акваланга и костюмов, чтобы все было герметично. Перед спуском водолаз обязан провести рабочую проверку. То есть в нее ходит внешний осмотр, все ли на месте. Потом проверяет по специальному манометру наличие воздуха. Затем проверяет легкость дыхания. Как легко ли дышится водолазу или с нагрузкой. И на вкус даже воздух проверяется. Погружения в зимнее время сложны и опасны. Из-за низкой температуры и плохой видимости под водой приходится ориентироваться на ощупь. Водолазов можно сравнить с космонавтами. Их погружение, как и выход в космос, требует особой собранности и концентрации. Чтобы сдать экзамен, спасателям необходимо пройти под водой 20 метров, найти веревку, которой привязан шар и вернуться обратно. Все отлично с этим справляются и даже шутят о том, кого еще можно встретить на дне покрытого льдом озера. Ты думаешь, они там зимуют? Раки? Где раки-то зимуют? Квалификационная водолазная комиссия проходит каждый год. Спасатели должны сдать теоретические и практические экзамены, а также пройти медицинскую проверку. Всего к водолазным спускам допущено 60 человек. Их основная задача – это поиск людей пропавших в водоемах. Этот осенний период, в ноябре, в отличие от прошлых лет, тоже выдал на большое количество утонувших. В основном это были рыбаки, которые резали лодки. Переворачивали с лодок. И в этом ноябре месяце у нас также были пару случаев несчастных с подводными охотниками. МОЗ «Облпошспас» уже 10 лет осуществляет задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выполняет аварийно-спасательные и поисковые работы на территории Московской области. С началом зимы такой работы может стать больше. Поэтому не пренебрегайте мерами безопасности. Родители, не оставляйте детей без присмотра вблизи замерзающих водоемов. Будьте осторожны. Даниил Михайлов, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Всем привет, я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.